Ренако-сервисный контракт закончился. Как мы будем выходить из той плачевной ситуации по освещению году, которая была создана при прошлой главе? Да, на самом деле, как бы мы ни пытались его на протяжении всей вот этой пятилетней истории, его попробовать, так сказать, закрыть, но была очень крепкая юридическая поддержка стороны Ростелекома. И поэтому нам осталось только ждать. В этом году мы этого дождались. В планах у нас заменить освещение, в первую очередь мы уже его оценивали, заменить освещение по улице Комарова, потому что это по оценкам и ГИБДД, и по оценкам жителей, наверное, самая напряженная улица, которая имеет очень высокую травмоопасность. И последний трагический случай, там еще раз подтверждение, который требует освещения. Мы просчитали эту необходимость, постараемся на следующий год заменить на более яркие, насыщенные плафоны. И с Росгидро два года назад, два с половиной уже года назад, когда предоставили большое количество освещенности, хороших плафонов, мы осветили пешеходки. Это дало дополнительную безопасность перехода. Ну и вот с этой поддержкой мы планируем на следующий год реализовать. А в общей сложности, примерно по оценкам с тем, чтобы поменять, у нас по энергосервисному контракту более 7 тысяч плафонов было установлено. Если поменять, это порядка 150 миллионов рублей. Надеюсь, что мы поэтапно сможем это реализовать. Есть разные предложения, опять же, те же самые энергосервисные контракты или концессии, но мы их просчитываем, пока нам с экономической даже точки зрения это не очень нравится. Поэтому мы пока воздерживаемся и попробуем следующий год и в последующие годы все-таки самим войти в программы по обновлению, по освещенности улиц. Вот за прошлый год и за этот год мы все-таки смогли в рамках комфортной городской среды почти 20 миллионов рублей осветить и парк ПДК, и сейчас все довольны там, и другие парковые территории поставить в хорошее освещение и, кроме всего прочего, поставить большое количество видеокамер для и безопасности, ну и для контроля. Это уже, так сказать, сегодняшняя крайняя необходимость.